Наши надо как-то прощаться, чтобы Даня ушел раньше. Как вы себя чувствуете в полете без ребёнка? Я великолеп. О, красивая какая постелька. Данилчик, прости меня. Ну как хорошо. Фабиана Филипп и Манклер. Тифани и Ко. Я вот уточняю, тут есть Зара, точно? Так, ну и Зара Кит, сдержись. Скупила лисичный демп для малыша. Тартар на русском салате. А Ваня ходит по Нью-Валансу с... Своим другом. Господи, какая пуша. Так это странно, в принципе, родительство такая странная история. Ты от этого устаёшь. Вот ночами встаёшь, как бы тяжело тебе. И как бы ночами рыдаешь. И всё, как бы тяжеловато. Но ты настолько к этому привыкаешь, что есть такой котёнок, что он вечером вот себя как-то ведёт. Мы ни разу с мужем никуда не летали за два года жизни. Вот. Данилика вдвоём. И первый раз полетим. Мне кажется, меня ломает. Потому что ещё первый раз. Он меня всего ломает. Я человек такой. Ну и всё. Я на него сейчас смотрю. Только, блин, завтра такого не будет вечером. У меня. И послезавтра не будет. И послезавтра не будет. Будет тоже хорошо, прекрасно. Я всё понимаю. Даня с очень хорошим человеком остаётся, который его очень любит. И он её очень любит. Как бы всё замечательно. Три ночи. Всё нормально. Даня вообще не запомнит вообще в принципе всё, что происходит. Но это не отменяет мои эмоции. Спасибо, что разрешили мне поплакать. У меня прям укол в горле. Стоит везде. У нас всё равно как-то прощаться, чтобы Даня ушёл раньше, чтобы я не это... Вот это не устраивала. Так, ну что? Поехали. Ты едешь? 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 Ну, погнали. Данилик потом посмотрит этот улок, когда подрастёт. И всё поймёт. Мы, значит, идём по Внуково. И здесь трансляция нашего дома. В общем, собственно, МГУ. А вот это наш дом, где мы живём. Ваня шутит, что здесь Даню, наверное, видно с няней. Что это было? Быстрое интервью. Как вы себя чувствуете в полёте без ребёнка? Я великолепен. Какие у вас планы на эту поездку? Грандиозные. Чем вы планируете заниматься в Стамбуле? У нас есть подписчики до 18. Человек? Человек. Ты молодец. Что вы ещё планируете в Стамбуле? Блядь, веселиться, смотреть. По магазинам жену возить свою. Ну, привет, Стамбульчик. Ну, привет, Стамбульчик. Это же Стамбуль. Огромный аэропорт. Тут только цифровой оси, багажная лента. А у нас 18Б. И бог его знает, дойдём мы сегодня до неё. Или нет. А их всего 25. В общем, для тех, кто любит прогуляться, пешие прогулки, кому нужно вышагивать норму шагов, от всей души рекомендуем Стамбульский аэропорт. Я что не подписывался на этот марафон? Подписался. Иван Кардашов. Что он сказал? Иван Кардашов, он сказал. А дальше что он сказал? Он сказал, пожалуйста, ждите. Друзья, вы здесь. Хери? Как тебе погодочка в Стамбуле? Не знаю, пока ещё не знаю, но пока пахнет куревом. Это погодка. Стамбульским. Солнце, всё хорошо. Ты шкирый грим. Бултик, Солыч, Бултик, Анатолий. Бултик, Анатолий. Сейчас. Как красиво. Как красиво. Один. Как красиво. Как красиво. стиль такой красивенький серые эти молдинги любимый ты где убежал красиво красиво ничего снимаем ходить полно так ну что интересно да какой-то у нас комнат я уже пришла сюда красивая к постелька узенько кажется на постелька постелька роскошная да но тут наверно видок роскошный солнышко вот это терраса ешкин кошки один в один какая красота девушкин кошки роскошная терраска постель большая ножки холодненькие гора какая-то а это речка да еще как раз оливчик кайф кайф просто чистый кайф такое роскошное номерок конечно и еще главное ванная без двери это удивительно на двоих человечков так официально очень много шкафов интересно это туалет это душ интересно интересно необычно спустились спустились мы в ресторанчик внизу в отельчике какой красивый интерьерчик европейский музычка европейская но в турции понятно что ты потому что чувствуется такой густой аромат сигарет никто не курит никто сейчас помещение но вдохнуть невозможно такой вот аромат курева жесткий мне даже пришла идея что может быть нам домой перебраться но явно мы здесь больше вечерочком не останемся пахнет конечно ужасно а выглядит очень симпатично а выглядит очень симпатично первый ужин кисадилица коктейльчики погнали вперед вперед а руки почему-то трясутся ну все понятно доброе утро доброе утро мы на завтрак с ребенком все хорошо так классно я че-то уже оделась в поле как президент турции сегодня тотал беж как вы себя чувствуете великолепно спали неплохо я хорошо я хорошо сейчас покажем вам завтрак свежевыжатый сачок начинаем утро знаете ли хорошим симпатичным видом подождите светульки цветут до классический турецкий завтрак огромное количество разных тарелочек маслица орешки предполагаю что здесь свежий хлебушек иван уже вкушает очень вкусно завтрак отлично модельчики феноменальный кофе и плохо это пятизвездочный очень скромненький но находится он не в историческом центре иван викторович специального подбирал параметры для подбора были учтены такие что он недалеко от аэропорта и он действительно расположен недалеко от аэропорта где-то в двадцати-тридцати минут как 24-25 минуточек мы ехали вчера еще здесь очень красивый вид здесь река один из проливов который впадает в вас вот так красиво мы скажем пусть будет так и красивый вид действительно здесь горы и вот эта река горная проливчик и помимо этого здесь неподалеку в десяти минут езды расположен торговый центр ради которого собственно мы и приехали один из торговых центров я не знаю как пойдет программа точнее у нас точно уже расписаны вечерние мероприятия с ресторанчиками и вам тоже уже любезно все забронировал прогуляемся ли мы по историческому центру пока не понятно если будет настроение желание может быть как-то днем будет будет смотреть по программе маловероятно отталкиваться будем конечно же от себя от того как пойдет шопинг мы сейчас покушали я думаю что будем выбегаться из я сухо берут вообще едем поэтому такая вот программочка ну и мы не ставим никаких грандиозных целей на эту поездку но это было бы глупо потому что мы здесь два полдых дня в пятницу рано утром уже выезжаем и сегодня среда у нас есть задачка с шопингом и она тоже лайтовая мы никаких конечно мы написали себе уже чек-листы кипятки поставили но не мы не будем сильно к ним стремиться постараемся в удовольствие это все прочувствовать и прожить но что я могу сказать данилечка прости меня но как хорошо как замечательно когда не надо никуда спешить кашу греть мама мама тут-то кто-то описался неси даем лето мама меня будет кормить слезы упал книжка вот это все вот это суета это все про ваню и это все только вальди но подгончик внутренне остается знаете как ощущение что-то что там внутренний такой порыв что-то делать ваня предлагает если что за ним по ухаживать как если мне сильно хочется но мне пока не сильно хочется надеюсь что вы за нас рады так же как мы за себя но мы пока не понимаем а звонечка все замечательно хорошо спали отлично няня на связи вчера мы ее потеряли они уснули одновременно вместе не пишет не пишет не пишет не пишет должна уможить ребенка я уже написала я волнуюсь но на моем сообщении она уже ответил союля простите я задремала ой кайф это полонийский говорит есть акцент у нас южный ой кайф Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно Так, ну и Зара Китс Держись Добрый вечер, добрый вечер Какая роскошь, какая роскошь Ой А, это купальные костюмчики Обалдеть По стоимости на 3 умножается Ну не то чтобы сильно дешево Кстати, Даня хотела такую Я пижамку Сейчас мы на пижамку, накидочку Вау, ребята Какой бомбер 98 А Данилика как раз Ну сейчас буду смотреть Очень круто Это Данькина одежда Самый тяжелый пакет Самый тяжелый Все вынес Зару, все вынешь Ну тут я не один такой Сложитель, сколько очередь Да, очереди огромные Зари Ценники Такие, средненькие Ну знаете, после сравнения с Даже вот так расскажу После сравнения с Вот этими люксовыми брендами в России А-ля 12 Stories и Lime Как бы, ну правда Здесь мы за копейки набрали Огромное количество базовых позиций Которые и постираешь Испортятся не жалко Да, и носить приятно Они чистенькие, новенькие Аккуратные Сори, сори Какая-то секретная информация Нельзя снимать Узнаете у нас Вот здесь можно А, не сюда, да? В другом месте Тут корчик Или сюда Так вот Поэтому мы набрали базы И очень этим довольны Сейчас у нас по плану Еще покушать Вероятно Еще забежим В Массимо Дуччи Там тоже хорошая база Я хотела еще пижаму посмотреть Но, вероятно, не сегодня В Массимо забежать Нет, не сюда И, может быть, в Томи Химфиль Химфиль И в Томи, короче Хильфигер Утомились уже Немножечко Как понять, что мы из Новосибирска Родом из Сибири Сами-то мы из Москвы Ну, KFC, конечно же Куда же мы еще? Тут даже колу-слолу салатик есть Сейчас перекусим И затем в Массимо пойдем Покажу вам одну из моих покупочек Это вот такие лаконичные Слиперы Эспадрилья Да, как их правильно назвать Стоят они 1200 лир На 3 умножать То есть где-то 3 600 Ну, 4 тысячи рублей В общем Выглядят очень мягонько И я хочу сейчас свои кроссовки Поменять на них Будет удобно мерить Вот такой план Мастер-план Ну, такого всего уже нет, конечно Конечно Физиш, Физаша 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 Слышит лицо Мужчак Мужчак Позже Ребендесят Мы едем в ресторан, который называется Эфенди, ресторан в Стамбуле, он занесет в гип Мишлену, в красную книгу Мишлена, и я прочитал, что там хвалят коктейли, но отличается тем, что там какой-то шеф известный, в Турции самый известный, один из самых известных, потому что он в том числе и вел программу на телевидении. Это шоу программа кулинарная, не знаю что там, на выбывание или на впивание. На выпивание, моя любимая программа. Да, что он переизобретает в современном, используя какие-то локальные продукты, турецкие, так что сейчас будем изучать, там есть меню, сет, депостационное меню от шефа, то есть просто вам будет подаваться сет блюд 7-8 или сколько-то, так что будем сейчас пробовать. А выпивание будет? А выпивание будет. Отлично, это самое главное. Это шоу мы не пропустим. Оставайтесь с нами. Малоэтажная такая, ага, здесь. Я тебя чуть не поймала. На крючок. Чок-чок. Оберим. Это, наверное, детский садик. Прейску. Очень миленькая. Какой-то здесь еда какая-то, да? Да. Тут мероприятия. для каких-то слоев населения аккуратнее, видимо. Да. Всем выдана еда. Что-то здесь происходит. Очень хороший влог. Мы не знаем, что это. Но посмотрите вместе с нами. Поотгадывайте эти загадки в комментариях. Кто-то знает. Сто процентов. Среди наших подписчиков есть такие люди. Да. Мы шли-шли. Закрутали в туристическую часть. Ехали на такси. И думаю, что многие слышали про астамбульские пробки. Так вот, это правда. Информация подтвердилась. Хотя нам ехать буквально там 15 минуточек. Но так как мы выехали в самое, мне кажется, пробочное вечернее время. А ужин происходит в вечернее время, если вы не знали. То-да, мы немножечко встали. И Ванечка вот предложил немножечко прогуляться. Наш банк здесь даже. Наш банк. Вот. В Стамбуле что из классики? Дорожное движение, как всегда, удивляет. Феноменально ездит. Не пропускают пешеходов. В этом ничего не меняется. Любопытная застройка в Стамбуле. И ландшафт местности. Ландшафт гористый. Вверх в гору. Вниз в гору. В основном вверх. Очень любопытно смотрится. Ну и застройка. Да, то есть дома близко-близко друг к другу. Невозможно пройти между ними. Очень любопытно. Очень интересно. У вас какие впечатления вам? Ну, я все рассказала. Все рассказала. Ничего не дала. Ничего не оставила. Никакую роль. Извините. Извините. Но вы про ресторан красиво рассказали. А тест от меню идет. А вот сейчас мы узнаем. Ага. Такое менюшечко. Нажать нужно на 3. Мы хотим попробовать тест от меню. Так вот. То, что рассказывал как раз Иван. То, что делает шеф-повар. Конкретная программа. Даже здесь она не описана. Ага. 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 с цветом. Если вы любите цвет, а у меня была задача, чтобы как-то его в свою жизнь внедрить, хотела внедрить постельные оттенки лимонного, розового, может быть, какого-нибудь лавандового, бордо, ну хоть что-то. Но нет, в Стамбуле все классика. Максимум зеленый можно встретить и ярко-ядрено-красный. А все остальное это вот беж, серый, который сейчас тоже супер в тренде в России в том числе. Беж, серый, белый. Вот их вся коллекция, конечно же, летняя. Никаких пальто, пальтовых там групп, демисезонных жилетов и прочего не наблюдается. А нам это необходимо, потому что мы-то вернемся в Москву. Вот. Поэтому есть вот такие особенности, но базу мы собрали неплохую. Футболки, джинсы, шорты. Вот. Поэтому как-то так. Сегодня добьем программу и надеемся, что получится покулять по историческому центру. Ну, вы оставайтесь смотреть этот влог и узнаете, получилось у нас или нет. Я сама пока не знаю. Мы сегодня приехали в ту лучшую торговую центру, который называется Зорву парк. Почему мы приехали сюда же? Потому что мы вчера прошли только три магазина. Они настолько большие, огромные, что поняли, что мы много чего здесь не посмотрели. Плюс этот торговый центр, он расположен в 10 минутах езды от нашего отеля, что-то турбудобое. Ну, плюс здесь представлены классные достаточно бренды. Да, и люксовые, и люксовые, и масс-маркет. Поэтому здесь и миддл-сегмент. В общем, есть возможность все посмотреть. У нас сегодня задача доукомплектовать то, что мы вчера набрали. Вот. Поэтому сегодня будем искать что-то интересненькое. Пойдемте вместе с нами. Вот она была въедет. Угу. Она сейчас так в 12 стоит. Очень красивая. Обед у нас вновь роскошно проходит на фудкорте, но сегодня Ваня сказала, что все сна у нас растет и растет, сегодня мы уже кушаем на сколько любимый, на 700 лет? 600 лет, нет, 600 лет, не так все сразу, я сходила в H&M и просто скупила весь H&M для малыша, для Данелика, но вы только посмотрите, какая роскошь, 300 лир, 1000 рублей, ну вот это вот моя любовь, смотрите какой бомбер, просто роскошь бутиков для Данелика, 900 лир, он почти 3000 рублей, чуть поменьше, 200, 800, вот и к нему очень крутая тоже бейсболка, в общем все такое очень стильное, обалденное, потом вам вероятно сниму влог распаковку, покажу, вероятно отдельном видосико, думаю, что это может быть супер любопытно, ну и важно понять, что я нереально устала, я поняла, что все потратила, я в H&M 7000 лир, купила 20 тысяч рублей, купила я себе там еще тоже джинсовку прикольную, платье летнее, со скидоном с каким-то бешеным и топы, топы под пиджак, такие достаточно базовые, вот, но устала уже нереально, поняла, что уже все это не в удовольствии, поэтому мы сейчас дождемся нашего полезного фастфуда, это какой-то салат с рыбой нынче, удивительно, ой, ударилась, вот, и поедем немножко отдохнем, а нам нужно еще купить чемодан сейчас, у нас с собой один большой, нам нужен какая-то еще ручная класть, чтобы все это точно упаковалось и вошло, поедем в номер, чуть-чуть отдохнем и сложим чемоданчики, хотим поехать в историческую часть погулять, у нас забронирован ужин в одном из ресторанов, он как раз находится в исторической части, и до Босфора доехать все-таки хочется, хотя сил уже нет, а завтра уже рано-рано, утром в 6 утра у нас вылет домой, очень скучаю, когда они любят, ой, котеночек, она купила ему такой красоты, он будет самый стильный парень в раменках, а вон Манюшка стоит, ждет сосу, вау, вот это шмякус, шмякус, на зеркале здесь, а, не зеркало разбитое, экран телефона, вот это атмосфера, как красиво, настоящий Истамбул, говорят, вот такой, очень красивая архитектура, и пузыри летают, как будто, знаешь, этот клип какой-то снимаем, красивая, супер вообще, не передать, мне кажется, конечно, только приезжать и ощущать, мне кажется, видео невозможно, невозможно, он так красивый, как уходят с древцами, для влога еще запечатлен, а такой ремонт. Вот не снимай, не снимай, еще есть какой-то большой будет этот сам пролив сардинки сардинки девчонки и мальчишки сардинки сардинки красиво здесь музей современного искусства инстамбул такая композиция для вас и это такая башня с часами не поверите и мечеть очень симпатичное местечко рядом с босфором а вот собственно и босфор был парфюм джималу ты мне подарил какой красивый красивый бутик в общем оказалось что стамбула очень разный мы предполагали это у нас просто была другая цель но вот это вот . все в кабель галлапор да галлапорт у монохром здесь галлапорт ну я думаю просто кафе очень стильное местечко очень дорого богато такая европа америка где-то вот в этой пропорции нужно замешать там что-то красивая беленькая еще в общем рекомендации мы поняли что если приезжать гулять то нужно селиться где-то с этим галлапор там рядом и в принципе никуда далеко не отходить ну еще поправить по улочкам в исторический час куда-нибудь на денечек заглянуть ну и в целом достаточно ой как здесь красиво смотри-ка какой-то круг из цветов не скоро тюльпана тюльпана день по нам они тюльпана мания сочка там чем прям то не пройдем пойдем в мире и вот такой вот вам еще стамбульчик развивающийся мы пешочком решили прогуляться конечно же ножки уже трясутся но мы дойдем на ресторанчиком шел четвертый день мы идем в горку можно ли заказать такси можно это не спортивно знаете у нас есть история практически из каждого места где мы были вместе что мы куда-то шли без остановки огромное количество шагов кто там хотел travel-блог блин вот он рука устала ребят все пока красиво ребят невероятно но мы дошли покажу по традиции вам меню ничего не понятно но очень интересно да смотрите такой меню не очень большой а винная карта вот такая большая но нам тут тоже ничего не понятно потому что здесь локальные да в основном локальные турецкой все турецкая вот сейчас будем разбираться пробовать вот такое вот местечко все очень симпатичный вид очень симпатичное здание вчера был такой турецкой турецкий антураж невероятно было сама кухня невероятная будем надеяться что здесь в этом фокси тоже будет невероятная кухня да напомню что цены умножаются на 3 рашен потейто салат это стейк тартару из рашен потейто это оливье наверно беремен тартару из рашен' потейтое в Впервые включаю такое в меню тартар на русском салате. Русский салат оливье. Знаете? Это очень неплохо. Интересненько, остренько, сырое мясо. По факту. Вероятно, в русский салат не кладут колбасы и никакого мяса. Очень любопытно. Интересно, надо нужно попробовать. Сырое мясо нарубили на оливье. И вот тебе высокая кухня. Для наших друзей, которые наконец-то посмотрят видео. Они не смотрели 50 предыдущих видео. Правда, Денис? И вот сейчас этот момент настал. Если ты после этого не напишешь комментарий, я не знаю, зачем я сняла этот отрывок. Попробуем это не съесть. Покажем это видео. Думал, винишки покрепче взять. Да. Перловку какую-то мне нали. Перловка? Твоя любимая. Не ожидал я ее тут встретить. В Стамбуле, в ресторане в Гиде Мишлено. Перловка, реально. Булгур-перловка. Не булгур. Конкретно она. Ассамблен мяско. Очень вкусно. Может быть, у меня вчера было вкуснее. Плохой рекомендацион. Но как есть, а то честно. Подписывайтесь на нас, конечно же, самые честные обзоры заведений. Не, ну просто надо и блюдо какое-то обзорное. Все хорошо. Друзья, у меня октопус. Это осьминон. И, судя по всему, вот эти прекрасные кубики. Это картофанчик. Картошечка. Маленькие. Лэмб. Перловка. Вместе с... Ой, лэмб. Это... Баранина. Баранина. Ну, вкусный соус, но все-таки саташек. Мы пробуем октопусом. Самый лучший октопус в Новосибирске. В ресторане нашего друга, где мы отмечали свадьбу. Лазареса. А как он называется сейчас в ресторане? Раньше назывался Эль Нико. А сейчас... Ну, знает. Но там был самый вкусный октопус, который я ела. Прости, Лазарес. Это очень вкусно. Хорошо. Это невероятно вкусно. Рекомендации? Ну, да. Приколдес с этим осьминогом, потому что его очень сложно готовить. Он достаточно жесткий получается, как правило. В Москве, если ты его пользуешься... Ммм, пользуешься. Если ты пробуешь октопус, осьминога очень часто... Он достаточно резиновый, дружок. Такая резиновая зина получается. А этот октопус, преноменально мягкий, приятный и очень вкусный соус. Так что, если будете друзья в Стамбуле, в ресторанчике Фокси, от всей души рекомендую попробовать хумус, попробовать осьминога, попробовать тартар, который на русском салате. Ваня, обязательно забегайте. Очень вкусно. Розочки снимает. Да, на подружки дали. А Ваня ходит по Нью-Балансу с... Своим другом. Своим другом игристым. Хорошеньким. Неправильно все делала Югаева. Так, в общем, мы поужинали. Теперь отправились в Нью-Баланс для того, чтобы купить ваню. Сникеры. Очень красиво. Господи, какая пуша. Вообще, друзья, если... Рекомендации есть. Если у вас вылет в 10 утра, вставать вам в аэропортик часиков в 5, обязательно делайте вечернюю программу с вином. Обязательно побольше вина. Портвей нам закрепите. Лучше еще с собой возьмите бутылочку игристого. Если, ну, чтоб наверняка. И будете чувствовать себя просто феноменально. Почему-то мы подумали, что нам 18 лет, и мы после такой тусовочки с утра встанем, как персики. А, кстати, а мы как персики. Вот. Все. Сейчас поедем. Надеюсь, в самолетике поспим. Спасибо, что посмотрели этот влог. Лучшее лицо для финальных кадров. Подписывайтесь, конечно, друзья. Ставьте лайки. Ну, и придерживайтесь моих рекомендаций. Тогда будете себя чувствовать великолепно. Я не могу. Мы такие упухшие. Я. А, ну и напишите в комментариях, нужен ли вам влог-распаковка. Я пока ценники ниоткуда не сняла. Если вы напишите, что нужен... А, ну, ниоткуда. Почти ниоткуда. Я везде снуться. У меня тоже? Ну, теканная. Отмена. Ну, все, но вам же интересно, ешкин-кошкин. Если интересно, точнее, напишите. Я сниму отдельную распаковочку. Ну, что-то с ценами, что-то без. Ваня говорит, что не все с ценами. Я хотела завершить этот влог, но вы посмотрите, я какую роскошь и вам заказала. Ну, это же просто какая-то дискотека. Жалко водичку не поставили. Наверное, можно будет спросить. Потому что водичка нам... Ой, как сегодня понадобится. Доширак. 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 Аэропорт. Просто рекомендуем погулять по аэропорту Стамбула. Просто красотища. Это Доместик или Интернешнл? Да, мы Томестик. А это Доместик? Это Интернешнл. Попробую Бенедиктик. Весь Селман с рыбкой. Яйца Бенедикт. Так, ну, в модном Пьер Эрме завтрак выглядит вот так. У нас просто дома подают феноменальные авокадо-тосты. Но мы сейчас оцениваем на вкус. Так, ребят, ну что скажу? Мы, конечно, публика изощренная. Зажравшиеся, у меня так говорили. Некоторые люди говорят. Но мне кажется, что это не зажравшиеся. Это люди, у которых высокий... Как это красиво сказать? Высокий уровень нормы. Вот так мы это красиво назовем. Я побежала за шоколадочкой. Ну, вот это блюдо, ну, не... Ребят, дома вкуснее. В кофемании в тысячу раз вкуснее. Правда. Ну, то есть, стоит обалдеть сколько. В кофемании даже стоит в два раза меньше. Ну, понятно, что это и аэропорт еще. Вот, но не рекомендачен. И дома, когда я делаю авокадо-тост, это феноменально. Так что, к сожалению, невкусно. Сейчас начинается моя самая любимая игра. Называется «На турецкой карте остались деньги». Они нам там не нужны. Их нужно освоить. Это лучшее. Лучше, что можно делать. Обожаю это. Поняла, что хочу, конечно же, Даниле Кунг, взять какую-нибудь книгу на английском. Если я сейчас найду, я видела один магазинчик. Взяла себе уже косметусик. Так что ждите распаковочки. Скромненько взяла, но там буквально 2-3 позиции на то, чего точно не найти в России. Удивительно, блеский клоранс, для девочек информация, который стоит в золотом яблоке 2000 рублей. Здесь стоит еще дороже. Дьюти-фри. На наши деньги сейчас с евро, с курсом получается 2300. Я подумала, зачем платить больше? Но я взяла помаду Black Honey, Клиник, на которую снимала как-то обзор, которая говорила, аналик-аналик вместо аналога. Вот ее саму взяла, саму крутую эту помаду. И, в общем, скоро будут обзорчики. В общем, да, план найти книжку, малышку. И планчик у меня еще найти, вероятно, какую-то бижутерию, если есть. Чувствую себя ужасно. А, и Кока-Колу. И Кока-Колу. Бошурак и пельмени похмельные. КОНЕЦ